Салют, друзья, у микрофона мистер Кейн, и за что не догадаетесь, где я сейчас нахожусь. Да, это Ark Survival Evolved карта Genesis. Впервые я сюда попал, попал на какое-то болото, но порешил я сюда, разумеется, не просто так. Моя основная цель сейчас будет стать в том, чтобы найти и приручить огромного паука, одновременно комара, одновременно я не знаю кого, но человек-паук отдыхает другими с вами, потому что он пуляется паутиной, сосет кровь, как настоящий комар, и говорят, что это невероятно сильный монстр. Очень долго готовился к тому, чтобы отправиться на его приручение, у меня с собой много пакетов с кровью, моей личной кровью, кровушкой, я ее добывал несколько часов подряд, 607 штук, надеюсь, мне хватит, а еще куча москопсов, для чего они, вы скоро узнаете. Если вам нравится Ark, не забудьте поставить свой зверский лайк, но я не буду терять времени, и сразу давайте отправляться искать этого паучка-комара-монстра. Знаете, вот первые впечатления, я в первый раз сюда попал, и блин, только посмотрите, как здесь атмосферно, но и в то же время опасно. Если я сейчас слезу с этого динозавра, то на меня сразу начнут все агриться и атаковать меня. В прошлый раз, но на самом деле я уже приходил сюда вчера, и мне этого хватило. Я три часа, единственное, что делал, это умирал от всех подряд. Но ошибки учтены, теперь я на тере-зинозавре, который в свою очередь будет убивать всех подряд. Например, этого Барионикса. Ну ладно, не он меня сейчас интересует. На самом деле у нашего динозавра и исторического монстра есть. Имя его называют Бладсталкер или Кровопийца. И обитает он вот на этих вот высоких деревьях. Но пока я тут прогулялся чуть-чуть и никого не нашел, поэтому давайте посмотрим повнимательнее. Ты чё там на метке дерева застрял? Как ты там оказался? Как ты будешь оттуда спускаться? Блин, соболезную тебе. Падать тебе придется далековато оттуда. Чёрт, как же здесь всё-таки красиво и круто. Смотрите, какие-то комарики. Может быть, стоит с ними поздороваться? Вас преследует рой насекомых. В смысле? О, ё-моё! Тихо-тихо-тихо, отвалите от меня насекомые! Чёрт! Слушайте, здесь даже комары, блин, опасные. Фух, ладно, я, пожалуй, больше не буду слезать динозавра, учитывая, что сейчас мне нужно будет найти такого огромного комара и ещё попытаться его приручить. Чёрт, огромные светящиеся цветы. Мне прям так и кажется, что из каждого угла сейчас на меня вылезет какая-нибудь чертовщина, которая захочет меня сцапать. И это называется ещё лёгкое место. Вот представьте, вы начнёте здесь выживание. Да вас, блин, убьют тут сразу. Ну ладно, сейчас опять же не об этом. Я всё ещё не могу найти ни одного, даже ни одного Бладсталкера. Хотя мне нужны, понятное дело, самые топовые. Карбонимисы на дереве застряли. Чёрт, ребят, как вы туда попадаете? Боже, эти деревья настолько высокие здесь, что мне кажется, я просто не замечаю их. Они ещё куда-то там в небеса уходят сквозь этот туман. Ух, ё! Чуть не свалился в этот обрыв. Тут ещё снизу дофига всего интересного. Слушайте, мне кажется, что Бладсталкеры должны обитать в целом вон там снизу. Я думаю, для них там идеальное место, чтобы прятаться и поджидать своих жертв. Я, кстати, вижу одного. Вон он. Так, какой уровень? 77-й. Ну блин, это маловато. Вон там есть ещё один. Наконец-то я увидел хоть кого-то. 35-й. Блин, они реально выглядят как огромные, да исторические комары. Если бы такой комар прилетел ко мне в комнату, я бы замертво умер даже не от того, что он высосет у меня кровь, а только от его вида. Я думаю, что было бы неплохо на всякий случай поставить здесь спальный мешок. Хотя бы один, а в идеале сразу два. Ох, я нашёл. Я нашёл свою цель. Даже не ожидал, честно говоря. Это третий Бладсталкеры, который я только увидел, и он уже 210 уровня максимального. Так, так, так. Что получается нам надо сейчас сделать? Он очень высоко, я даже не уверен, что он сможет меня сцепить. Но в теории всё должно получиться. Для начала мне надо спуститься вниз. И вот здесь как раз таки есть обход, чтобы не прыгать со скалы. Отлично. От насекомых надо сразу избавиться, чтобы они не мешали. Слава богу, они достаточно быстро умирают. Они на свет, кстати говоря, прилетают вот на этот вот электрический. Как, блин, на ловушку для насекомых. Ух, ё. А здесь ещё и Альфа Корнотавр стоит. Давайте загрем его-то посерьёз. Если он сам боится на нас нападать, мы нападём на его, потому что я его не боюсь. Так, всё, он у нас пошёл. Ну давай сразимся, Альфа Корнотавр. Что ты мне сделаешь? Больше всего урона мне наносят. Моя легендарная Сидуа на этом динозавре, поэтому он меня точно не пробьёт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот этого я не ожидал. Чёрт побери, он меня скинул прямо вниз. Ещё и ко мне спустился. Ах ты, гадёныш такой. Неприятно, неприятно. Здесь уже побольше хищников будет. Которые, блин, все подряд на меня нападают. Что, блин, все на одного, да? Давайте поодиночке, ё-моё. Какого он уровня, кстати говоря, не посмотрел. Что он больно бьёт на самом деле уже. Ну ладно, бьёт он не больно, но когда на меня целая толпа напала, будет неприятно. Фух, всё, расправились с ним. Надо выбираться отсюда. Чувствую себя здесь, как какой-то гук в джунглях Вьетнама, который выслеживает американских солдат на этих деревьях. Кстати, вот он, реально гук, гук на дереве сидит. Ах ты, паразит такой, надо его оттуда снять. Окей, я нашёл место, над которым он висит. Вон он, этот Бладсталкер 210 уровня. И вот эта полянка идеально подходит. Хищников вроде не видать, насекомых тоже, так что можем приступать. Какой у нас, собственно говоря, план? Для начала нам нужно как-то его сагрить, так чтобы он схватил нас в свою паутину и притащил к себе. Поэтому давайте попробуем встать прямо под ним. Ну что, давай, Бладсталкер, я твоя жертва, попытайся меня сцепить. Блин, он очень высоко. Я, честно говоря, не уверен, что он с такой высоты будет меня хватать. Причём он там висит, кстати говоря, не один. Там ещё есть рядом Бладсталкер 28 уровня, и меня может схватить другой. Давайте попробуем, наверное, убить вот этого вот. Ой, он упал. Он полетел вниз. Так, я понял, я понял. Так, иди сюда, иди-ка сюда. Нам нужно будет, я думаю, с ним сразиться сейчас. Хотя он вниз улетел, я думаю, он уже сюда не заберётся. А нет, вот он. Так, всё, надо от него избавиться. Получай по лицу. Два удара всего. Да, он достаточно хило выглядит. Но не переживайте. Когда я вам покажу, что он может, вы скажете, вау. Ладно, от одной проблемы избавились. Как нам быть теперь со вторым? Вот в чём вопрос. Он вряд ли будет меня хватать. Он очень высоко. Реально очень высоко. И, наверное, только один вариант нужен. Это скидывать его вниз. Но тоже непонятно, как это сделать. Но давайте попробуем подстрелить его с винтовки. Не знаю. По-моему, пуля даже не долетела до него. Так, попробуем ещё разок. Не, не... О, попал. Попал. Так, ну что, будешь на меня агриться? Чёрт, побери засранец. Спускай с этого дерева. Я объявляю тебе бой. Ладно, как бы я этого не хотел, но по факту придётся стрелять. Всё. Он падает вниз. И теперь он должен меня схватить. Так, надо только, не знаю, отогнать его куда-нибудь в сторону. А вот он всё схватил меня. Так. Бьём, бьём, бьём. Шанс на побег 10%. Всё, получилось выйти. Бежали. Чёрт, поберём. Мне маску сломал. Ничего себе. А ты чёрт, будешь меня терпеть вот так вот? Мне ещё и ботинки сломал. Так, садимся на динозавра. Просто убегаем от него. Он должен меня потерять из виду. Так, 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 так. Так, бежит за мной. Вроде отпустил. Сломал мне... Слушайте, ну реально больно бьёт. Сломал мне голову и ноги. А теперь-то где тебя искать? А, судя по всему, он вниз свалился. Ааааа. Хе-хе. Я даже не знаю, что делать теперь. Потому что у меня был план, что он будет на дереве. А теперь он внизу. Но, возможно, это даже хорошо. Главное, не позволить ему уйти оттуда. Пусть Кайл находится внизу. Всё хорошо. Он у меня уже скушал три пакетика с кровью. И, по идее, должен был начать приручаться. Я не могу это проверить. Но у меня для этого припасены как раз-таки масхопсы. Давайте снарядим. Один такой. Так, во-первых, нам нужно надеть маскировочную броню. Маскировочной броне он меня не будет замечать. Для этого я её с собой и брал. Всё. Маскировочная броня есть. Теперь мы ниже воды. Тише травы. Чёрт. Для меня здесь вообще никто не заметит. Хе-хе-хе. Выкидываем масхопсика. Ну что, дружище? Пришло время тебе умирать. Да-да, ребят, вы не ослышались. Этому масхопсику пришло время умирать. Давайте спустимся на нём пониже. Куда-нибудь сюда. И его надо сбросить как-то вниз. Не-не-не, только не уходи в болото. Очень неприятно то, что он упал вниз. Ладно, судя по всему, мне в любом случае придётся спускаться прямо вниз, потому что он застрял в этом ущелье. Ай, ладно. Так, ну что, масхопсик. А, хотя погодите, что же я туплю-то? Я же могу его засунуть обратно в креокапсулу и кинуть эту креокапсулу вниз. Прямо в рот этому Бладсталкеру. Всё, лети. Так, масхопсик снизу. И он должен, по идее, на него напасть. Только что-то он застрял в камне. Давайте попробуем кинуть туда ещё одну добычу, но немного поближе к нему. Вот так вот как-нибудь. Э, я не понял. Ты у нас что, летать научился? Блин, плохо. Это очень плохо. Это совсем не пошло не по плану. Я ожидал, что он будет висеть на дереве. Но он был так высоко, что пришлось его скинуть, поэтому... О, упал. Упал, хорошо. Ну давай, нападай. Отличная же еда для тебя. Слышь, алё. Там какой-то капрозух пытается добраться до моих бедных ребят, которых я скинул вниз на произвол судьбы. Но это корм не для тебя, сволочь. Не смей на них нападать. Надо его убить раньше, чем он заберётся наверх. Всё, прикончили. Ладно, я не вижу других вариантов, кроме как падать прямо вниз. Блин, почему ты не ешь моих масхопсов? Алё. Давай. Давай, вот. Я подведу его прямо к твоей пасте. Он реально просто застрял там. А что там по приручению? Там должно было начаться приручение, потому что он меня схватил и начал меня есть. Но... Блин, я так боюсь, какой же он жуткий и какой же он страшный. Судя по всему, всё ещё просто-напросто не началось приручение. Поэтому он на меня и не нападает. Хотя нет, приручение 0,6%. Эффективность 57%. Блин, очень странный Бладсталкер. Мне кажется, что я сейчас могу в его рот просто-напросто зайти, и он на меня не будет обращать никакого внимания. Ну я сейчас, конечно, в маскировочной броне, но... Еда-то прямо перед тобой. О, вылез. А, на меня... А что на меня-то нападать? Алё. Тихо-тихо-тихо. На меня не надо нападать. Вон, там есть другой динозавр. Кушай его. Хватай его и кушай. В общем, объясню для тех, кто ничего не понимает. Я привёл сюда этих мосхопсов, чтобы поднять эффективность приручения. Потому что сейчас на 57%. И в целом я могу его приручить. У меня есть кровь, которую он будет пить. Но эти мосхопсы должны поднять эффективность, чтобы этот Бладсталкер потом был в уровне повыше. Но... Что-то совсем идёт не по плану. И он их, блин, не хочет есть просто-напросто. Мне может не просто пойти и найти другого Бладсталкера. Потому что этот какой-то сломанный. Выбрался. Выбрался. Не на меня. Не на меня нападай. Нападай на мосхопсов. Они тебя уже ждут. Блин, они тебя заждались, я бы даже сказал уже. У него за это время уже спало приручение. Боже мой. Как же мне не повезло с этим Бладсталкером. Чёрт побери. Ну, гораздо уже его так бы высоко находиться. Он ещё и упыл на меня. Ну, представляете. Просто... Просто... Просто козёл. Всё. Прощай. Ну, надо же было мне встретиться с таким неприятным созданием. Но отпускать 210 уровень просто так я не хочу. Я мог бы его убить. Потому что... Мне с ним явно ничего не светит. Но... Давайте дадим возможность, чтобы он на меня напал хотя бы. Так. Я не понял тебя. Я не понял. А ты в меня паутину не будешь что ли сковывать? Ты... Ты... Какой же ты мерзкий оказался. Он не хочет приручаться больше. Знаешь что? Ну, за это ты поплачешься. Я уже не знаю, что с ним делать. Потому что я... Поэтому я просто его убью. Он реально мерзкий оказался. Вообще не хотел приручаться никакими методами. Будем искать более дружелюбного Бладсталкера. После долгих блуждений и уничтожения нескольких Бладсталкеров нашёл более-менее подходящую цель. Самочка 203 уровня. Не топовая, но предтоповая. Так что... И, кстати, она очень хорошо висит. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Потому что... Потому что она не так высоко. И здесь есть земля. Поэтому есть шанс, что она меня схватит, если она голодная. Так что... Давайте готовиться. Он у нас точно такой же. Нам нужно встать где-то под ней. И я очень надеюсь, что она сагрится на меня, если я буду стоять тут. Давай. Давай, Бладсталкер. Хватай меня. Я лёгкая добыча. Смотри, я прыгаю прямо под тобой. Ну же. Слушайте, не хочет он меня хватать. Судя по всему, я тоже слишком далеко от него. Да что ж такое? Почему они так высоко висят? Ладно, я подошёл с другой стороны и попробую ещё раз отсюда. Да и, в принципе, даже если не получится, я думаю, я всё равно приручу этого Бладсталкера. Потому что... Я заметил они... О! Схватило меня. Ничего себе. И я сразу... И сразу отпустило. Ты чё, с ума что ли сошла? Ты можешь меня нормально схватить? А не скидывать так с большой высоты. Давай. Я снова готов. Что, не ожидал, что она на меня здесь сагрится? Но сагрилась. Схватило. Надо теперь дать ей возможность немного попить моей кровушки. Ну, слушайте. Высоты, на самом деле, хватает. Может быть, даже получится всю мою тактику как раз-таки повторить. Всё. Отпускай меня. Отпускай от меня. Отпускай. Давай, давай, давай. Оп. Фух. Открываем парашют и приземляемся обратно туда. Погоди, парашют. Парашют, ты меня немного не туда тащишь. Только не к пиявкам. Только не к пиявкам. Только не крою насекомых. Парашют. Как его отцепить, блин? Гей-резина. Спасай меня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как плохо. Как плохо. Надо срочно сварганить в мешок и положить его здесь. Так. Гей-резина. Спасай меня. У меня большие... Она меня... Она меня схватила опять. Чёрт. То сначала ничего не получалось. Теперь она меня хватает раз за разом. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Генезис. Где-то мне начинаешь нравиться всё больше и больше. Проблема только в том, что предыдущий Бладсталкер сломал мне почти полностью маскировочную броню. У меня есть почти полная экипировка, кроме перчаток. Но мне нужно дать возможность ей скушать не меня, а как раз таки тех масхопсов, которых я принёс вместе с собой. А ещё у меня не бесконечное количество парашютов, поэтому падать от неё слишком часто не хотелось бы. Но я так понимаю, что она хватает животных вот с этой скалы. Так что нам нужно забросить этого масхопса именно туда. Либо давайте попробуем самостоятельно туда залезть в маскировке. Может быть она меня и не заметит. Так. Всё. Встаём прям под ней и кидаем масхопсика. И быстренько от него сваливаем. Всё. Еда готова. Давай, пара. Пришёл. Схватила! Схватила! Вот, я про эту тактику и говорил. Я не знаю, почему это не сработало с тем, но сработало с этим. Ну а пока просто ждём и смотрим на бедного Олега Петровича, которого этот Бладсталкер неистово пожирает. Не переживайте, резинка. Тебя я скармливать не буду. Ты мой любимчик. Да, да, да. С тобой всё будет хорошо. А масхопсики... Масхопсики сегодня будут лакомым ужином для Бладсталкера. Ой, народ. Сколько же гемора сейчас было, но процесс приручения подходит к концу. 100% привязочки, 100% эффективности, но всё это дело заняло почти 2 часа. Я без шуток говорю, 2 часа. И чисто из-за моей ошибки. Дело в том, что я сначала дал ей масхопса, у которого был 233 уровень и 7000 здоровья. И она ела его как раз таки те самые 2 часа, нанося всего лишь по 2 урона. Блин. Вся проблема была в том, что она наносила ему мало урона. Из-за того, кстати, смотрите там, другой Бладсталкер только что-то прижарок себе подтащил. Боже мой. Опасное, опасное место. Так вот, наносит она по 5 урона из-за того, что он не следует за мной. Именно поэтому она его убивала очень долго. Стоило мне построить эту лестницу, чтобы подняться наверх и покрасоваться на всё это дело. Я просто сказал ему следовать за мной, смотрите, она сразу носит больше урона ему. Господи. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, как приезжать Бладсталкеров, и в тысячи разы проблем с этим не будет. Плюс, масхопсов-то особо много не требуется. На 50% нам потребуется 6 штук получается. Так что, всё здорово. Фух, ну что, это финальный этап. Осталось только скормить ей самого себя. Итак, она меня схватила. Давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Чёрт поберег, блядь, как же стрёмно. Если бы я такая херовина тащила бы к себе. Ох, было бы очень неприятно. Блин, я застрял где-то. В дереве застрял. Так, ну она меня поедает. А процесс превращения растёт. Правда, растёт очень медленно, 4%. Я очень надеюсь, что мне хватит пакетиков с кровью. Можно, в принципе, рассчитать, сколько там нужно. Она потребляет по одному пакетику, не по два. 7%. Ну ладно, просто будем смотреть и уже под конец делать итоги. Если что, она, в принципе, может и мою кровь начать высасывать. Ну, смотрите, на 10% потребовалось 40 пакетиков. Получается, всего нам потребуется пакетиков 400. И это на топового Бладсталкера. А вы, а вам-то что здесь надо? Свалите отсюда. Блин, насекомые ещё прилетели. Они атакуют меня. Насекомые прилетели и стали меня атаковать. В то время как Бладсталкер тоже меня пожирает. Господи, да что здесь, блин, происходит-то? Они же меня сейчас убьют раньше, чем меня Бладсталкер приручил. Нет, так нельзя оставлять. А я в дереве. А если я в дереве сейчас застряну? Ну, по идее, не должен. Блин, может, насекомые от меня отстанут? Чёрт. Чё делать-то? Или ты успеешь меня приручить? Только 22%. Насекомые меня уже сожрали наполовину. Ах, ладно, придётся вырываться. Придётся вырываться, другого варианта нет. Насекомые мне подпортили всё это дело. Так, отпустили. Раскрываем парашют. Придётся обороняться сначала гей-резиной от насекомых, чтобы потом меня Бладсталкер продолжил есть. А приручение сбросилось 1,3%. Вы прикиньте? Чисто из-за того, что на меня напали грёбаные насекомые, приручение сбросилось. Я не верю своим глазам. Я просто не верю своим глазам. Это... Это реально издевательство. Всё идёт против меня сегодня. Они ещё на моего бедного москопсика начали нападать. А ну пошли вон. Да уж, друзья, арк это сложно. У меня, чёрт побери, 6 часов 30 минут утра, а я приручаю Бладсталкера. Вот это я понимаю. Выживание. Ну вот и всё. Почти всю кровь из меня этот комарик. Комарик высосал, но, слава богу, спустя столько мучений, которые остались за кадром, я его приручил. Чёрт. Блин, я тебя назову Комарик. Будешь у меня большим комариком. Тут, пожалуйста, не отпускай меня. Так. Всё. Даём ему имя Комарик, и он меня даже не отпустил. Я прямо сразу до него сел. Чёрт. Это офигенно. Так, а как им управлять? Прыгаем. Блин, да это... Да это Человек-паук, я вам так скажу. Вы только поглядите. Он... Так, отцепись. Отцепись. Как им управлять? Ох, я разобрался, как им управлять. Это реально Человек-паук. Вы только поглядите, как он летает. Чёрт. Мне говорили, что это офигенный динозавр. Хотят назвать тур динозавром. Это реально Комар. Гигантский Комар. И... Он мне уже нравится. Блин, я хочу посмотреть, как он дерётся. Я хочу кого-нибудь убить. Так. Во-первых, мне хочется узнать, насколько он живучий. У него 4000 ХП. Это нормально. И 366% урона. Надеюсь, это хорошая... Хорошая статистика. Так. Ну что? Э-э-э. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как тебя убить-то? А, вот. Так. Пронзаем его. Пронзаем его. Не знаю, кто это такой. Какой-то маленький жук. Который больно бьёт, на самом деле. И... Который довольно толстый. Скоробей. 189 уровня. Но мы с ним справились. Ладно. Нужно будет разобраться ещё, как точно им управлять. Потому что это реально Человек-паук. Человек-паук. Комар. Другим самим Человек-паук отдыхает. Ладно. Нужно возвращаться обратно к моему дому. Потому что я боюсь здесь заблудиться. И валить нафиг с этой карты. Потому что за то время, пока я сиграю. Точнее, пока я ждал приручения. И мне уже это место насочертело. Я хочу выбраться из этих болот как можно скорее. Ну, хоть теперь есть возможность рассмотреть его поближе. Чёрт. Какой же ты мерзкий. Боже мой. Кстати, посмотрите, как я им управляю. Он берёт меня в свои нижние лапы. И я таким образом им управляю. Что может быть ещё более мерзко. Чёрт. Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания. Короче. Я немного приноровился к управлению. И по крайней мере, теперь могу хоть как-то перемещаться. И это реально выглядит как перемещение за Спайдермена. Блин, я играл в игрушку про Спайдермена. И там он точно так же перемещался. Что получается? Спайдермена укусил именно этот паук? Да. Это интересно. Это очень интересное животное. Вот, глядите. Я цепляюсь к дереву. Потом цепляюсь к следующему дереву. Он подтягивается к этим деревьям. Потом могу прицепиться к следующему дереву. И так до бесконечности. Блин, я могу так по всей карте летать. Но конкретно для драк... Блин, я бы не стал его использовать. Для драк он достаточно слабый. А вот для перемещения по карте... Неплох. Смотрите, помните, я видел на дереве всяких динозавров? Что вы здесь забыли? Это мое оголо. Свалите отсюда. Он меня еще украл что-то. Ты что, офигел что ли совсем? Что, побери гопник какой-то. На дереве. Я к нему пришел, он меня что-то и украсть еще смог. А что ты такой живучий? Алло. Сдохни. Еще что-то украл. Слышь, верни. Козлина такой. Ох, стал мне вернуться обратно в нашу базу. Как я полностью разобрался в управлении этого комарика. И скажу вам, на самом деле интересное существо. Я еще на тех болотах заметил то, что он может цеплять и притягивать к себе каких-то динозавров. Больших, понятное дело, нельзя. Но вот с маленькими проблем никаких нет. Да и в принципе по перемещению я более-менее понял, хотя, черт побери, это сложно. Это реально сложно, к этому надо привыкать. Я не знаю, где я на нем буду перемещаться. Только если каким-то пещерам, наверное, чтобы можно было куда-то спуститься. Но применение для него уже найдено. В любом случае, на будущее. Вот, смотрите. Маленький динозавр. Вот, схватываем его, слезаем. Паук сам его к себе подтягивает и начинает пожирать. И так можно со всеми мелкими динозаврами делать. Есть, правда, проблема. Это было бы полезно при приручении каких-нибудь динозавров. Например, в отдых. Вот, творите от меня гребаные мухи. Даже здесь, блин, меня нашли. Но почему-то я не могу отменить его атаку. Получается, когда я слезаю, он в любом случае начинает атаковать динозавра. И сделать с этим ничего нельзя. То есть, он уже вошел во вкус и просто убивает всех, кто попадется к нему в лапы. Но как бы там ни было, только поглядите, как офигенно он все-таки летает. Черт побери, да это реально Человек-паук в Ark Survival Evolved. Ну, по крайней мере, там, где есть за что цепляться. Хотя, за деревья, смотрите, он тоже цепляется. Давайте попробуем красиво, что ли, пролететь. Вон, куда-нибудь туда. Оп. Так, отцепились. Подцепились дальше. Блин, это клево. Это клево. Только поглядите на это, черт. И это Ark Survival. Ё-моё. Я думаю, я так смогу перемещаться просто по всем частям карты без каких-либо проблем. А если будет какая-то проблема, я просто от нее быстро уйду. Потому что этот паучок способен на это. Ладно. Мы его приручали, чтобы украсть яйца магмозавра. Кто такой магмозавр и как мы будем воровать эти яйца, вы сможете увидеть уже в будущих сериях по Арку. Поэтому, если хотите увидеть их как можно быстрее, то обязательно подписывайтесь на канал и обязательно ставьте свой лайк. Да, я, конечно, немного, ну, немного чего-то не понимаю, но всегда впервые интересно что-то изучать. И предлагаю посмотреть вам другие видосики по Ark Survival Evolved на моем канале. У микрофона был Мистер Кей. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Удачи и пока.